Все, давайте будем начинать. Итак, кто меня не знает, но думаю, что все тут присутствующие меня знают, все равно представлюсь. Меня зовут Ольга Ившина. Мой уровень на сегодняшний день – это 12%. Я старший лидер в компании. Сегодня у нас с вами, я считаю, нужная и важная тема – это 10 способов самомотивации. И давайте начнем. Первый способ. Оставьте стороне все лишнее. У нас время от времени случаются такие трудные ситуации в жизни. Они могут быть связаны с разными сферами. Например, работа, наш бизнес или какой-то другой бизнес, который вы развиваете. Семья, дети, друзья, финансы и так далее. Но бывают ситуации, когда трудности касаются не чего-то внешнего, окружающего нас, а конкретно нашего внутреннего состояния. И возникает внутри нас определенный дисбаланс. Как он может проявляться? Например, в отсутствии желания совершать какие-либо действия. Развиваться, достигать поставленной цели. То есть идет полное отсутствие мотивации. Ну, я думаю, что, наверное, у всех такое состояние хоть раз в жизни, но бывало. У меня точно было. У вас было, девочки, такое состояние? Поставьте плюсики, у кого было. Ну, думаю, что было. Так. И бывает, что вообще не хочется подходить к компьютеру, заходить в свои группы, рекрутировать, к сожалению, тоже бывает не хочется. И денег не хочу, и на улицу не пойду, и вообще буду сидеть дома и ничего не делать. Что же предпринять в такой ситуации? Ну, что можно посмотреть? Например, какой-то свой любимый фильм. Ну, вот у меня сейчас на данный момент пока любимый фильм «Движение вверх». Вообще на меня огромное впечатление произвел. Такой мотивирующий, такой активный, ну, классный фильм. Там и любовь, и команда, и мужество, и воля. Там, в общем, все присутствует. Очень мне нравится этот фильм. Вот. Что еще можно? Можно зайти на YouTube и посмотреть какие-то мотивирующие ролики. Сейчас их очень-очень много. Так. И надо научиться игнорировать все то, что отвлекает вас от достижения вашей цели. Вот немножко выделите себе времени, чтобы определить свои планы на жизнь. Подумайте о поставленных задачах. А когда вечером ложитесь спать, подумайте о том, что я сегодня сделала для развития. Например, своего бизнеса. Это, к примеру, если вообще нечего перечислить, то время потеряно зря. Его уже не вернуть, к сожалению. И внутренний дисбаланс будет еще больше. А вот если вам есть, что прямо по пальцам перечислить, вот раз, два, три, это и это я сегодня сделал, то тут уже как бы и настроение улучшается, и сон лучше, и уснуть можно со спокойной душой. Так, идем дальше. Второй способ. Введите журнал успеха. Заведите себе ежедневник. Можно, например, наш Фаберликовский. Он такой очень красивый. Вот тут вот на картинке красный. Я знаю, что сейчас он черный с золотыми буквами. Очень красивый. Как раз для нашей работы, для нашего бизнеса. Тоже такой мотивирующий. И записывайте каждый день все, что с вами произошло хорошего. Не план, не именно первое, второе, третье, сегодня мне надо это сделать. А именно, что хорошего за день произошло. Например, сегодня я встретила подругу, и мы с ней очень хорошо пообщались. Или посмотрела классный фильм. Или ребенок принес пятерку из школы. Или просто сходила, сделала маникюр. Услышала или прочитала какой-то новый анекдот. Или мой малыш сегодня сделал первый шажок, там, сел, там, может быть, что-то смешное ребенок совершил. Вот все-все-все это мы записываем. И когда у вас что-то не ладится, или становится вам просто грустно в жизни, берите и читайте ваш ежедневник. И вообще люди чаще всего запоминают в своей жизни негатив. Как-то хорошее, оно быстро забывается. Или вообще не замечается. А плохое мы долго помним и переживаем по этому поводу. Ну вот, например, было у вас там в день 20 положительных откликов на ваше предложение о работе. А вот 5 человек, ну, например, послали вас далеко и надолго. Я понимаю, что 20 положительных откликов – это большая бочка меда за день. Но вот эти 5, они будут большой ложкой дегтя. И вот прямо вот будет вот все время у вас сверлить, что вот послали меня, вот мне плохие слова сказали. Как-то вот хорошее спокойно воспримем, а вот плохое, ну, оно вызывает больше эмоций, больше о нем думается, к сожалению. И, конечно, вы расстроитесь и будете думать об этом долго. Поэтому лучше иметь, ну, очень хорошо иметь такой журнал успехов, который вы открыли, почитали все положительное и плохие мысли у вас забылись. Записывайте также, если вы, например, на наемной работе, любую похвалу вашего начальника, это тоже полезно. Или, например, вы сегодня избавились от какой-то вредной привычки. Или сделали хорошее дело, там, бабушку через дорогу перевели, котенка спасли, не знаю, накормили, собачку, птичку, ну, все, что угодно, все, что было положительного. И все это потом будет вас мотивировать на лучшую жизнь, на какие-то более хорошие действия. Я считаю, что вести журнал успеха – это полезная вещь. Третий способ – выбирайте обстановку своей работы. Многие могут работать в любой вообще обстановке, а вот другим людям нужно, например, чтобы вокруг был порядок. Скажем, обед готов, дети накормлены, сыты, на рабочем столе полный порядок. И я, например, отношусь тоже к таким людям, что мне надо, чтобы вокруг меня все было в порядке, хотя бы в той комнате, в которой я работаю. И действительно, обед готов, и знаю, что и ребенок сыт, и пристроен, хотя бы с планшетом сидит где-то рядом. И на первый взгляд может показаться, что это ерунда. Ну, каранец. Или вот в таком барнаке работать, как на правой картинке, или вот в такой красоте, как на левой. В принципе, действия можно совершать и там, и там одни и те же. Но все же работать нужно в такой обстановке, чтобы было комфортно и уютно. Например, вы можете поставить рядом любимый цветок, поставить фото близких вам дорогих людей. Потом, например, можно рядом повесить калаш мечт, который вас будет вдохновлять на какие-то положительные, глобальные, большие действия. Скажем, на рекрутинг такой глобальный. То есть я считаю, что место рабочее должно быть очень красивым, чистым и вдохновлять вас на такие хорошие действия. Так, четвертый способ. Ставьте четкие цели себе. Об этом мы говорим постоянно. Ну вот поставьте плюсик, у кого есть цель. Думаю, ну сейчас все поставят плюсики, я уверена. У нас у всех здесь есть цель, верно? Конечно, есть. Вот. И единички, кто, например, записал, четко прописал себе на бумаге свою цель. Потому что очень важно прописать именно свою цель, чтобы она была написана, чтобы она как бы осязаема материально была. Вот, здорово. И, например, бывает цель на один год, бывает цель на пять лет, на шесть, семь, десять. Это долгосрочные. Длагосрочные цели, это прекрасно. Их надо ставить. Но есть еще и быстрые цели, называются они так еще облегченные. Они тоже нам нужны. Постановка цели очень мотивирует человека. Мы просто автоматически начинаем думать об этих целях всегда. И они нас мотивируют на действие. Можно, например, вот, когда к вам приходит новичок, вы тоже ему предлагаете, запиши свои цели, когда он пришел к вам в бизнес. А потом пусть он задаст, прописывая тебе, задаст себе четыре вопроса. Что ты хочешь? Если ты это хочешь, когда ты хочешь это получить, и с кем ты это будешь добиваться? Если человек ответит на все эти вопросы и напишет цель, то эта цель будет верной. И когда эта цель поставлена и прописана, то что до этого мы не могли делать, мы обязательно это будем делать, и у нас это начнет получаться. Так, следующий способ. Используйте мотивирующие материалы. Ну, например, это может быть тот же калаш. Калаш мечт. Ну, вот тут вот такой пример, что в серединке может быть фото, и как лучики, все ваши мечты, желания, долгосрочные, краткосрочные. Кто-то рисует, кто-то картинки клеит. В общем, калаш мечт должен быть обязательно у всех, он очень мотивирует. Также можно читать что-то в журналах, в интернете, какие-то истории успешных людей. И именно вот можно не в нашем бизнесе, не в сетевом бизнесе читать эти истории успешных людей, можно читать в любой сфере деятельности, в политике, в сфере кино, артистов, музыкантов, спортсменов. Интересно же узнать, как человек смог достичь таких выдающихся результатов. Кем он был, откуда он приехал, как он этого добивался, и кем он стал в результате. Вот, кстати, ну, кто не знает, но я думаю, у нас тут все девочки знают, что у нас на сайте также есть истории успешных людей в нашем бизнесе, в нашей компании Фаберлик. Очень интересно их тоже почитайте на досуге. Так, ну вот, что тут на, картинке, кого я представила, тут у нас есть Алексей Нечаев. Кстати, просто забила в интернете Алексей Нечаев. Очень много статей о нем вышло, и истории его жизни, и истории его успеха тоже есть в интернете. Интересно же знать, он президент нашей компании, как он начинал, откуда он, кто он, и как он достиг такого, можно сказать, бешеного успеха. Вот. Потом вот здесь у нас Марья Мамарова, которая тоже известная личность стала в нашей компании, сельская учительница из аула. Вот тут она стоит со своим первым чеком 40 тысяч, и последний чек – это миллион 250 тысяч. Была такая скромная девушка, ну, я считаю, что стала шикарной бизнес-леди, очень много достигла в нашей компании. И тоже интересно же узнать, как вот из скромной учительницы сельской получилось, вот как вот она добилась своего успеха. Вот. Так что тоже считайте это интересным. И многие думают, что успех – это вот тебе повезло. Раз, вот попал куда-то в колею, и вот тут я нарисовала, такая прямая стрела выстрелила, и это успех. Нет, успех, он идет вот как вторая стрела, и тут вот такой клубок, всякие перипетии, препятствия, завихрения. То есть человек, чтобы пройти весь этот путь к своему успеху, он много-много чего должен преодолеть. Ну и как бы еще хотела сказать, что не смотрите негатив. Его очень много сейчас идет и по телевидению, и везде пишут много чего негативного. Кто-то там упал, разбился, утонул, кого-то съели, ну не знаю, убили. В общем, стараться как-то от себя это все отгородить. И не допускать в свою жизнь как можно меньше негатива. Иначе вы будете его просто выплескивать на свое окружение. Смотрите больше позитива. Шестой способ. Выполняйте разные задачи. Возьмем, например, нашу работу. В чем она заключается? В принципе, в чем-то есть и монотонность. Мы отправляем сотнями сообщения, выкладываем фото, делаем огромное количество одинаковых действий. Бывает, конечно, это надоедает. И уже просто наступает момент, когда просто ничего не хочется. Ну вот надоело, и не хочу этим заниматься. В данный момент я устала. Обязательно в этот момент отвлекитесь. Оставьте ненавдолго эти действия. Посмотрите также любимый фильм, почитайте книжку, сходите погуляйте в парк, в лес, поиграйте со своим малышом, ребенком. Ну, если долго чем-то заниматься одним, то состояние усталости наступает значительно быстрее. И, например, переключиться нужно от рекрутинга на прогулку, а потом с новыми силами и с хорошим настроением сесть за работу и получить больше отдачи от своей работы, больше позитивных положительных ответов и больше, соответственно, регистраций. Так, следующий, седьмой способ. Радуйтесь поражением. Звучит немного странно на первый взгляд, да? Радоваться поражением. Ну, не хочется радоваться поражением совсем. Но поражение и неудачи, ну, не нужно просто горевать по этому поводу. Дело в том, что, в принципе, все успехи, а также удача и неудачи, это все результат наших действий. Если что-то у вас не получается, просто поменяйте план ваших действий, придумайте какую-то новую стратегию. Ну, вот тут такой интересный пример, знаю. Это Томас Эдисон, изобретатель, который застил лампочку. Вот чтобы изобрести эту лампочку, он ошибался ровно тысячу раз. И его когда спросили, ну, почему ты все это не бросил? Ведь столько раз ты ошибался. А он ответил, я не ошибался. Я просто понял, что я изобрел 999 способов, как не нужно изобретать лампочку. И один способ, как нужно изобретать лампочку. Мне это очень понравилось, потому что он не принял своей неудачи за неудачи, за ошибки. Он это принял также за достижение, что 999 способов, как не надо изобретать лампочку. Так что, действительно, радуйтесь своим неудачам и поддерживайтесь такой же позиции. Восьмой способ. Общайтесь с лучшими. Нужно общаться с лучшими людьми, с эффективными людьми. И чтобы достигнуть высоких результатов, нужно общаться с людьми с такими, у которых эти результаты лучше, чем у вас. Никогда не нужно вот так рассуждать. Ой, да мне хорошо, у меня машина, например, лучше, чем у Васи из соседнего подъезда, у него там вообще развалюха. Так что мне вообще хорошо, я живу классно. Нет, надо наоборот, не с худшими себя сравнивать, а кинуться и сравнивать себя с более лучшими людьми, которые больше достигли на данный момент, чем вы. Обязательно нужно, например, про наш бизнес. Если есть возможность, то ездить на форумы, конференции, общаться с директорами и выше, с лидерами. И вы обязательно станете такими же и даже лучше. Потому что личностный рост, он будет однозначный, когда ты видишь таких успешных и позитивных людей. И нам всем захочется быть такими же. Стремитесь вверх в любом бизнесе, в нашем особенно. Так, дальше. Девятый способ – страх – это нормально. Тема страха в нашем бизнесе вообще очень актуальна. Когда мы еще совсем-совсем новички, только начинаем, мы боимся писать людям, но, естественно, если надо позвонить, то вообще все трясемся от страха. И кто-то даже, знаю такие примеры, отправляя шаблоны, когда он только-только начинает, смотрит, онлайн человек или не онлайн. Хотя мы всем должны писать, в принципе, кто онлайн. Но есть такие, говорят, «Ой, этим я сейчас не буду писать, а не онлайн. Я лучше напишу тем, кто не онлайн». Потому что если мне вдруг сразу ответят, то я так испугаюсь, что не знаю, что ответить в ответ. Вдруг наговорю что-то не то, не тот шаблон пришлю или еще что-то, и будет отказ. А вдруг меня еще вообще пошлют. Вот. А когда нужно позвонить, то это вообще как-то преткновение. Я когда-то была, ну, немножко успела поработать в компании Avon. Они там, ну, у нас такая структура была, что там вообще не пишут никаких шаблонов. Это они вообще оффлайн работали. И только созвоны. И, в общем, мой наставник, она мне дала пять телефонов, кандидатов, которые сами прислали заявку ей. И вот она мне решила помочь и говорит, вот на, ты им позвони, узнай у них данные, собери анкету и зарегистрируй их. Ой, господи, я помню, как мне было страшно. Я сидела, помню, в машине, было лето, жара, я закрыла окна, мне было жарко, сидела вся красная с этим телефоном. Думаю, меня ж никто не слышит, чего я трясусь. И все равно у меня пересохло в горле. Я вообще, смешно сейчас вспоминать, я набираю эту девушку, а сама думаю, господи, только бы ты трубку не взяла, чтобы ты была недостокна. Вот представляете, какой страх был для созвона. Вообще сейчас так смешно. Очень смешно, да. Вот. Ну, в общем, надо перебарывать эти страхи. Вообще, нужно делать именно то, чего ты боишься. Бывает, что страх просто блокирует твои действия. Но для одних страх – это повод ничего вообще не делать. Вот сижу, боюсь, я ничего делать не буду. Не буду никому звонить, не буду никому писать, все, мне страшно. А для других – это, наоборот, стимул к активным действиям, к росту, к достижению своей цели, своего успеха. То есть он переборол свой страх, он начал звонить, например, людям, и он дальше пошел, все ему не стало не страшно, и звонит, и звонит, и… интерпретации, навык, и страх сам с собой потихоньку уходит. Человек потом даже, может быть, и не заметит, в какой момент это произошло, но он переборол свой страх и начал активно общаться, например, по телефону с кандидатами. Лучше попробовать и узнать, сможешь ты это сделать или нет. Ну и десятый, последний способ – это развивайте свой внутренний мир. Вот, придумайте себе хотя бы один день сказку, поживите в этой сказке, попробуйте создать свой успешный мир. Представьте, что вы богатый, обеспеченный человек, у вас есть личный автомобиль, шикарный, может быть, даже не один, у вас есть личный водитель, охрана, прекрасный дом, скажем, на берегу моря с бассейном. И попробуйте прожить в этой сказке. Помечтайте. Как говорят психологи, что, в принципе, мысли материальны, и мечты сбываются. Если мы будем мечтать об этом, представлять себя успешным и богатым каждый день, то у нас это все будет. Ну, а естественно, просто сидеть и мечтать, и ничего не делать, ничего у нас и не будет. Надо уметь и мечтать, и активно действовать. Мечты сбываются, это реально, но главное в это верить и работать над этим. Ну, вот, в принципе, я все вам рассказала о самомотивации, 10 самых основных способов, как себя мотивировать и работать. У нас, девочки, все обязательно получится, мы все с вами станем лучшими. Верьте, мечтайте, и главное, действуйте. Мотивируйте себя и развивайте себя. Это тоже очень важно. И когда вы станете директорами, люди будут уже ценить вас и идти к вам, как к лидеру, а не оценивать вас, как вот сейчас на самом начале, ну, на самых первых ступеньках карьерной лестницы. Вот нашей работой в нашем бизнесе нужно просто заболеть, заболеть этим бизнесом, ставить себе конкретные цели, не забывать, конечно, мечтать и, конечно же, действовать. Мечты не работают, пока не работаешь ты. Ну, вот, поделилась с вами, рассказала вам о самомотивации. Я думаю, что-то для вас было полезное. Спасибо, что вы пришли. Желаю вам хорошего пятничного вечера и до встречи в чатах. Всем пока-пока.